Ребя, всем привет! Ну что, путешественники, у меня сегодня для вас не самые утешительные новости. В России приостанавливают свою работу Booking и Airbnb. Да, к сожалению, реальность такова. И где же сейчас нам с вами бронировать жилье для наших новых путешествий? Начнем, пожалуй, со старого доброго Авито. У него есть и свои плюсы, и свои минусы. О плюсах. Это огромное покрытие по территории всей нашей страны. Также на Авито вы сможете забронировать и квартиру посуточно, либо на долгий срок, и подобрать себе гостиницу. Также на Авито есть онлайн бронирование и календарь дат, где вы можете подобрать удобные даты для вашего путешествия. При бронировании читайте отзывы, потому что на Авито очень много мошенников. Это, наверное, такой основной минус Авито. Двигаемся дальше. ЦИАН. ЦИАН – это сайт по продаже и по аренде недвижимости. Там также можно снять и квартиру посуточно, и также можно забронировать гостиницу. Из минусов – там нет календаря бронирования. То есть это по факту, как объявление в газете. Вам придется обозванивать кучу номеров и найти свободную квартиру, либо гостиницу. Также в своих путешествиях я использую еще один сервис – это Яндекс.Недвижимость. Но там ситуация при бронировании примерно такая же, как на ЦИАНе. Напишите в комментариях про сервисы, которые вы используете для своих путешествий на сегодняшний день. Также не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. Увидимся в следующих видео.